В нашем экзотариуме на выставке насекомых представлены три вида пауков-птицеедов. Все обычно думают, что они едят птиц. Ошибка в названии зародилась в 19 веке, когда первые натуралисты, приехав в Южную Америку, увидали паука-птицееда, большого страшного волосатого, который ел калибри. Он мог найти погибшую птицу и съесть ее, это в принципе для них характерно. Но поймать, конечно, не мог. Мы содержим самок, они более экспозиционные. Они большие, они толстые, красивые. А самцы, они обычно с маленьким брюшком и очень длинными лапками. Как раз лапки помогают им, понравятся прекрасные даме. Когда они приходят к ней с романтическим визитом, они обязательно должны выстукивать по земле определенный ритм, чтобы она не перепутала его с добычей и не съела. У нас, например, птицеед Голиаф живет достаточно большой, красноколенный паук-птицеед и тигровый паук-птицеед, которым по 3 года. Сейчас у меня в руках розовый птицеед. Зовут ее Роза, это, соответственно, самка. Пауки и птицееды – долго живущие существа. Самки их живут до 20 лет, а самцы – около 3 или 5, так как судьба их не завидна. Мы кормим их один-два раза в неделю с саранчой или с верчками, иногда тараканами. Я думаю, что зря люди считают, что пауки, в частности, пауки-птицееды, очень страшные и пугающие животные. Если присмотреться к ним поближе, будет видна их изящная, достаточно хрупкая красота. Чтобы в этом убедиться, приходите в наш зоопарк, и, может быть, вы решите завести вот такое пушистое чудо у себя дома. Редактор субтитров А.Семкин